Всем огромный привет! Меня зовут Карина. У нас сегодня парфюмерное видео, и мы поговорим о новых ароматах, которые у меня появились за последние пару месяцев. Я планировала снимать это видео еще в начале марта, но как бы исторические события внесли свои коррективы, поэтому вот сейчас. Если вам тема эта интересна, если вас мое видео как-то развлекает, отвлекает от текущих событий, от каких-то суровых будней, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Не забывайте, пожалуйста, лайк, подписка, колокольчик, комментарий, поделиться видео в соцсетях. А я желаю вам приятного просмотра и перехожу непосредственно к теме ролика. И давайте, наверное, начнем с самого весеннего аромата. Он уже немножечко запоздал по срокам, потому что вышел он, собственно, в первых числах марта. Даже точнее, я его пробовала еще в магазине в начале февраля, но мой флакон доехал ко мне в первых числах марта. Сначала у меня была, знаете, когда была иллюзия того, что все закончится очень быстро, я думала, что я не буду его вскрывать. Я дождусь, собственно, возвращения в жизнь в ее стандартное русло, окончание всех украинских событий. И тогда распечатаю. Но по мере того, как все происходило, стало понятно, что быстро все не закончится. И я его все-таки вскрыла. Это аромат от Эрин, который называется Медитеранеан Ханисакл Мимоза. Собственно, Медитеранеан Ханисакл, то есть земноморская жимолость, у бренда присутствует в портфолио достаточно давно. Но в этом году, именно к 8 марта, они, наверное, к 8 марта, но в любом случае к весне, они выпустили аромат вот с припиской Мимоза. И если говорить относительно самой композиции, то она, с одной стороны, похожа на все мимозные ароматы, потому что мимоза достаточно яркий компонент. И, как правило, если он в аромате присутствует, он очень много внимания оттягивает на себя. Но у жимолости, и, собственно, название жимолость, оно не очень хорошо отражает запах растения, потому что, ну, жимолость, что мы себе представляем, примерно ничего, кроме того, как растение выглядит, если вы знаете, как оно выглядит. Но вот когда мы слышим Ханисакл, вот это Хани, вот эта медовость, она немножко дает понимание того, как на самом деле жимолость пахнет. Запах у нее очень медовый, причем не такой, как там мед майский или липовый, или гречишный. Он, скорее, такой нектарно-тягучий, вот это вот ощущение, собственно, сока, из которого потом получится мед, этого нектара, который собирают пчелы. И в аромате есть. То есть он, с одной стороны, мимозный, но мимоза здесь не шершавая, такая, как, например, в ароматах, допустим, Пэрис Монте-Карло, мимоза Тонерон. Там вот мимоза такая шершавенькая, немножко с горчинкой. Здесь мимоза очень медовая, очень такая нежная, тягучая. Собственно, вся марка приятная достаточно. Это такие, знаете, цветочные истории, там 90% ароматов про цветы сделаны классно. Этот мне тоже нравится, в отличие, там, например, от предыдущего запуска, который был с Эдре Вайлет, который вот я не впечатлилась. Например, этот аромат полюбился, хотя, конечно, да, ассоциативно он у меня заикарился с мартом этого года. Не знаю, как будет в следующем году. Возможно, жизнь снова внесет свои коррективы и воспринимать я его буду уже прям совсем жизнерадостным. Сейчас, конечно, есть небольшой отпечаток, но сам по себе аромат, как я уже сказала, мимозный и медовый одновременно. Это новинка у нас прошлого года. Это новый аромат в линейке Космогония. Это такая премиальная линейка бренда Бракар, которая рассчитана уже на такую более взыскательную публику. Ароматы стоят там порядка 7-8 тысяч. Продаются они в том числе в Золотом Яблоке. И линейка, которая объединяет в себе одновременно, знаете, какие-то такие вот эзотерические штуки, потому что у них первые ароматы назывались солнечный свет, лунный свет. И там это все где-то так вот вроде бы про космос, но при этом как-то вот в каком-то таком контексте больше, знаете, астрологии. Я не знаю, как-то еще объяснить. Третий аромат, вот как раз он, наверное, лучше всего это подчеркивает, потому что он назывался, называется, назывался Сакратос, священная земля. И даже была какая-то прекрасная шутка в Твиттере, что попробовал аромат под названием священная земля, долго искал Холиленд, потом он понял, что аромат все-таки для эзотериков, а не для тамплиеров. Поэтому вот этот называется Морнинг Стар. И, конечно, шутки про Люцифера завозите, пожалуйста, в чат, потому что Люцифер, Морнинг Стар, все дела. Но, конечно же, Морнинг Стар – это Венера, это утренняя звезда, и аромат посвящен Асмантусу. Я говорила в прошлом году и повторю это снова, что Асмантус – это такой, если не тренд, то микротренд в парфюмерии, потому что все больше появляется ароматов, сделанных на, выстроенных вокруг именно этого цветка, и этот не исключение. Здесь Старт Асмантус, потом это все переходит в такой красиво бело-желто-цветочный букет. Аромату нравится тепло. Я его в первый раз попробовала в октябре в достаточно теплом помещении. Нет, не в октябре. Это был декабрь, это был декабрь, потому что Интершарм перенесли из-за ковида. Это был декабрь, я его попробовала в достаточно теплом помещении, потому что там, в принципе, не холодно, плюс ты с курткой, все дела. И потом, когда, собственно, флакон ко мне приехал, это уже было в феврале, я его распечатала, и так щедро оросилась и пошла на улицу. И вот в феврале на улице он звучал как-то мерзенько, если честно. Но сейчас снова становится теплее, я его уже еще раз выгуливала, и вот этого свербящего нюанса, который я почувствовала в нем в холоде, в аромате нет. Ну, с другой стороны, османтус пахнет абрикосами. Абрикосы – это теплый, такой солнечный плод, поэтому действительно это то, чему нравится тепло. И чем теплее, тем лучше, на мой взгляд. Поэтому жду наступления уже полноценной такой вот прям полнотелой весны, и тогда буду носить. И хочу обратить внимание ваше на то, насколько красив флакон. Он стоит так немножко под углом, вот так вот, как переливаются красивые его грани. У меня из этой коллекции есть три аромата, собственно, Sacred Earth, Прозерпина и вот Морнинг Стар. Если вам интересно, напишите, пожалуйста, я сделаю такой обзор-разбор. Да, первые два аромата у меня лунного света не было, у меня был сэмпл, я его сносила. Солнечный свет на меня сел не очень, я от своего флакона избавилась, оставила себе небольшой отливант, поэтому, в принципе, про него тоже, если этот отливант нигде не потерялся, про него тоже могу рассказать. Ну, и про лунный свет по памяти. Поэтому, если интересно, дайте мне, пожалуйста, знать. Еще в конце февраля пришла рассылка двух ароматов. И я понимаю, что бренд решил вдохнуть новую жизнь в свои уже давным-давно существующие хиты, которые люди стали подзабывать за время, когда выходят новинки, новинки, новинки. Я говорю о Victor & Roll Flower Bomb. У меня этот аромат когда-то был в миниатюре, и вот сейчас у меня целых, господи, 100 миллилитров, зачем мне так много? В микродозе мне парфюм нравится. Когда его много, он меня душит. Давайте так, о чем этот аромат? Flower Bomb здесь, собственно, ну, понятно, цветочная бомба, очень много цветов, плюс он очень сладкий. По большому счету, именно он открыл врата к вот этим вот супер сладким парфюмам раньше, чем это сделал Lancome La Vie et Belle. La Vie et Belle появилась, насколько я сейчас не путаюсь, немножко позже, потому что La Vie et Belle это 2011 год, а Flower Bomb это, по-моему, 2007 или 2008, что-то вот такое. И именно он на самом деле был первым. Ну, просто он сбивает названием, потому что Flower Bomb, цветы, и мы сразу в сознании, ты не сразу о нем вспоминаешь, как о таком вот сахарно-сладком цветочном парфюме. Хотя на самом деле, вот, да, он про это. Не знаю, насколько часто буду носить, потому что, как уже сказала, для меня он прям супер в микродозе, но вот зимой пока было холодно, и сейчас даже у нас март был такой, февраль был очень многообещающий, а вот март-апрель как-то, знаете, подкачали немножко, особенно апрель, особенно вот конец марта, начало апреля, прям, знаете, такое чувство, что февраль вернулся. И погода откатилась настройками число, так, на 23 февраля. Вот в холоде он звучал достаточно неплохо, интересно, а сахар как-то так немножко пригасал на моей коже, и проявлялись именно цветочные грани. Вот это, мне кажется, я темнеть начинаю, потому что солнце чуть-чуть зашло. Ну, извините, больше проявлялись цветочные грани аромата. Как он поведет себя в жаре, я не знаю. Для всех поклонников вот этих классических таких люксовых ароматов, это, конечно, ваша остановка, если вдруг вы его по той или иной причине не знали. Ну и, конечно, у него есть такой вайп очень ностальгический, знаете, он пахнет сытыми нулевыми, он пахнет вот этим беззаботным временем, когда низкий курс доллара, хорошее отношение на международной арене, в России проводят Евровидение, знаете, вот эти прекрасные времена, которые ушли далеко и, боюсь, надолго, вот именно этим вайбом этот аромат и пахнет. И в этом смысле он, конечно, прекрасен, потому что он возвращает именно в то время и в то состояние. Купила бы я его сама? Я думаю, что, наверное, нет, потому что, ну, как-то пройденная история. Ну, вот он у меня появился, я его пока с ним играюсь, мне пока интересно, опять-таки, для меня это даже в каком-то смысле такой новый опыт, потому что, ну, как я уже сказала, у меня была миниатюра, и бог ее знает, где она эта миниатюра сейчас, мне кажется, я ее даже и не носила. И еще одна новинка тоже пришла в качестве пиар-рассылки, вместе вот они приехали, это мандарин от Prada Infuzan. Это линейка Infuzan. Но такое чувство, вот знаете, я что-то смотрю на нее, на флаконы, и я не вижу, что здесь есть надпись Infuzan. Здесь теперь написано просто мандарин, и у нас здесь указана пирамида. Это зелень мандарина, мякоть мандарина, цветок апельсина, нироли, оранж, омер. Что такое омер? Вот этот вот апельсиновый, апельсиновый какой-то омер. Что до аромата? Он цитрусово-мускусный. Он, знаете, если вы ищете прям сочный мандарин, который вот бескомпромиссно мандариновый парфюм, это не его случай. Тогда вам стоит посмотреть, наверное, на мандарин в лаборатории Альфа-Тива. Там вот просто мандарин, хвойные лапы, Новый год, Санта-Клаус и все прочее. Здесь нет. Здесь это хороший такой цитрусовый, с веточками, слегка мускусный аромат. Про свежесть, про чистое тело, про чистоту после душа. Я люблю сочетать его, знаете, с чем? Гель для душа, маленький марселец, апельсин и шафран, который один единственный из гелей марселец. Альфа-Тива, который я прям часто покупаю. Кстати, поскольку маленький марселец уходит из России, у нас здесь был просто флешмоб с Леной, который Лена начала по поиску геля для душа. Я даже тоже повелась на это дело, купила два штуки. Вот, гранат и красную смородину, по-моему, но еще не мылась ими. А вот красный апельсин, мне их нравится, я его покупаю достаточно часто. И вот сочетание как раз-таки, когда у тебя сначала гель для душа с вот этим красным апельсином, и потом ты выходишь, поливаешься, и дальше можно заниматься всеми делами. Я люблю цитрусы с утра. Цитрусы с утра пробуждают, дарят хорошее настроение, рабочий настрой. Ты весь из себя такой бодренький, деловой, активный. Кучу дел переделал, уже к обеду успел устать. Вот примерно вот для таких дней. Такие ароматы я очень люблю. И, к слову сказать, внезапно тут та же тенденция началась у Богдана. Он говорит, что я его укусила, потому что он тоже стал с утра поливаться цитрусами. Попробуйте, действительно хорошая вещь. Мандаринов в таком относительно доступном сегменте. Я сложно сейчас сказать, что с ценами на сегодняшний день на Прадо. Но вообще марка не самая дорогая. И, мне кажется, так я лучше буду дышать. Марка не самая дорогая, поэтому обратите внимание, протестируйте. Он совершенно точно дешевле, чем тот же самый мандарин от лаборатории. Но я не сказала бы, что хуже, а не просто разного настроения. Обратите внимание. Если хочется бюджетного и такого неролевого, жасминового, чистого, я думаю, что многие из вас с симпатией относились к аромату Сиеста от Браккара, из их линейки Франко Ферретти. Линейка, которая все еще продолжает выпускаться, но именно Сиеста в ней не задалась. Почему не пошла, непонятно. Как по мне, так это самый интересный аромат в этой линейке. Но вот как-то у людей, знаете, не покупалась эта Сиеста, не носили они ее. Хотя это классный жасмин с нероли, такой вот с вайбом Стамбула, потому что в Турции любят такие одеколоны, просто лить на себя литрами. И выпускают они их там просто в огромных канистрах. Это с вайбом, знаете, Испания, Португалия. Там тоже такое очень распространено, потому что все для них нероли ассоциируются с чистотой, потому что используются в пеномое, во всяких стиральных порошках, в отдушках. Мы знаем, я думаю, надеюсь, вы знаете, что отдушки на порошке отличаются в разных регионах. И то, что, например, производится в России у одного и того же бренда с брендом, который выпускает тем же, собственно, названием, порошок в другой стороне, там какой-нибудь Тайт, например, у него будут абсолютно разные отдушки в портфолио, потому что будут учитываться парфюмерные, в том числе, предпочтения. То, как в том или ином регионе воспринимают люди чистоту. И вот в Средиземноморское побережье и вся вот эта вот история, знаете, на которую когда-то распростерся Древний Рим, она очень любит именно тему нероли, как запах чистоты. Особенно, я же говорю, это Пиренейский полуостров, и это, собственно, территория бывшей Византии, ныне Турции, все дела. Так вот, и он не зашел, возможно, он не в том сегменте вышел, и вот через некоторое время марка выпускает аромат под названием Once Upon a Time, Тысяча и Один Жасмин, если я правильно помню, числительный в английском, который, по большому счету, чуть-чуть переработанная сиеста. Они очень похожи. Я уронила крышку. Вот название написано «Шасминт», но на самом деле он пахнет скорее нероли такими свежими, хрустящими, чистыми, без вот этого вот противного сверла, который иногда такой пыльцовый бывает в неролиевых ароматах, от которых ты просто начинаешь... У тебя в носу чешется, щекочет и хочется чихнуть. Здесь такого нет. Здесь это именно про такую звонкую, летящую составляемость запаха нероли, составляемую. Интересная вещь. Они у меня вместе с Firebloom появились наравне. У меня есть флакон сиеста, так уже прям прилично поношенный, и вот это вот хороший вариант в дополнение на замену, потому что, знаете, гоняться за сиеста я совершенно не планировала. Но аромат такого плана, особенно вот опять же в бюджетном сегменте, что ты можешь его просто обливать им себя, постельное белье, потому что мне вот такой именно нюанс звучания чистоты, он, наверное, более понятен, чем чистота мыльная, как будто бы я не здесь, блин, родилась. Поэтому для меня это вот как раз такая интерьерная больше история. Ну, поливаться планирую с удовольствием. Это подарок от моего любимого парфбара питерского. Я давным-давно хотела этот парфюм, который называется Идол от бренда Любин. Любен. Идол да Любин. Вот именно в этом флаконе с маской. И прекрасная Маша отправила мне его в подарок, отказалась брать деньги, за что мне безумно приятно, но очень неудобно. Это аромат про... Это, знаете, такой парфюм для Джека Воробья, потому что он пахнет дубом, он пахнет немножко ванилью, он пахнет немножко ромом, он пахнет... Вот черная жемчужина – это свобода, не своди глаз с горизонта. Вот что-то такое, что-то на свободном, на бескрайнем, на легком, на приключенческом. Редкая редкость, потому что он как-то существовал-существовал, потом его... Я так нюхаю каждый раз одну и ту же руку, на ней уже, конечно, много всего. Интересная вещь, не буду сильно заострять внимание, потому что его, знаете, кто знает, тот знает этот парфюм, кто не знает, тот... Я не думаю, что вы станете прям его активно разыскивать, потому что найти его сложно, но он алкогольный, он древесный и он немножечко гурманский, и в нем есть такая вот легкая-легкая соленость, какого-то морского бриза, пропитанного солью дерева, чего-то в этом духе, что, собственно, дает настроение, вот я же говорю, вот этого вот Джек Воробейна, о черной жемчужине. Если попадется, хватайте, потому что сейчас это уже большая редкость, большая ценность, если не зайдет, загоните по большой цене потом. И два аромата из прям такого дорогого сегмента. Первый это была... Ну, они, собственно, оба были, пиар-рассылка, февральская или даже январская, я не помню. По-моему, все-таки начало февраля. Это Форд. У Форда вышли три розы. Роуз де Руси, Роуз де Чайна и Роуз де Мальфе. Вопреки слухам, русскую розу не сняли с производства. Она представлена, она продается. И, собственно, как раз-таки с нее началась пиар-рассылка. Это роза и кожа. Сочетание розы и кожи мы встречаем часто. Это Роуз Квир, Фредерик Маль. Но сказать, что эти ароматы способны друг друга заменить, я не думаю, потому что, во-первых, у Фредерика Маля и Жан-Клотта Лена там явно делают розу из герани. И там очень много перца тимута, там очень много зелени, за счет чего та роза получилась какая-то овощная. Здесь очень отчетливый нюанс, алкогольный, собственно, изобутилхинолиновая вот эта вот та самая грубая кожа. и розы темно-красные, но уже увядающие. Знаете, это вот прекрасная Россия будущего, потому что я очень мечтаю жить в стране, которая вот исполнена вот как этот аромат. Это такой город, который никогда не спит. Это яркость, это драматичность, это страсти, контраст, очень-очень насыщенно, очень интересно. такая Россия глазами иностранцев, которые ее любят. Вот, наверное, так. И обратите внимание, боже мой, насколько прекрасный цвет жидкости. Я очень хочу из этой линейки розу китайскую. Мне кажется, она уникальная. Мне кажется, что аналогов китайской розе вообще нет, потому что там какие-то такие смолы мира, что-то восковое. И это вообще не похоже на все те розы. А уж поверьте, знаете, я в своей жизни духов с розой понюхала там сильно больше многих, потому что я очень люблю этот цветок. Я люблю розу как цветок, как компонент в парфюмерии. И много чего про нее знаю, но такой розы, как в Rose de China, я не видела ни разу. Поэтому очень ее хочу. Буду следить за ценами. И все-таки я думаю, что я ее себе куплю. И второй аромат это Killian. Красные флаконы Killian это разврат какой-то, друзья мои. Это у нас Kiss from Rose. Тоже роза, как вы поняли, но совершенно другая. Это холодный цветочный магазин. Зеленый чай. Хороший такой. Я ничего не понимаю в зеленом чае, но те, кто понимают, говорят, дорогие в зеленом чае пахнет. Ну и да, у него есть такой вот какой-то вот вайп какого-то дорогого чая, действительно. Холодные розы, прям вот из холодильника вынутые. Чашечка зеленого чая, знаете, в чашке из тонкого фарфора. И какой-то низкокалорийный, без сахара, десерт. Это звучит... Я не люблю говорить слово дорого в контексте ароматов, потому что никто не знает, на самом деле, что такое дорого в плане запаха парфюма. Но это пахнет дорого, это пахнет каким-то элитным цветочным бутиком, это пахнет каким-нибудь... Боже мой, что у меня сегодня с головой? Красавица просто. Вот. Это пахнет каким-то очень дорогим цветочным магазином, это пахнет очень дорогим, в принципе, магазином, где к вашему... Ваши покупки, я не знаю, может быть, вы купили какие-то ювелирные украшения или что-то еще, вам дарят букет цветов, вам дарят... Вас угощают тем же самым чаем с какими-то сладостями, что-то такое. При этом в аромате сахара практически нет, чему я несказанно рада, потому что я очень хотела... Давно хотела какую-нибудь такую холодную, без сахара, но при этом не... не очень насыщенную розу. Ну, то есть, например, Аос Детаев, от Пэрис Монте-Карло, она бордовая, она такая именно монороза, она не сладкая, но она там прям вот овердос розы. А это, наверное, если с кем ее и можно сравнить, то, наверное, с розой Крида, той самой Флёрдой Роуз... Флёрдой Роуз Болгария, да. Вот где-то я сейчас только об этом подумала, и надо будет просто достать тот флакон и нанести их параллельно на два блотера и понаблюдать как-нибудь. Но они, друзья мои, похожи. Там тоже холодная, зеленая роза, но там чуть более природная, здесь чуть более индустриально, но вот этот вот зелено-чайный нюанс, он, собственно, выводит их в какую-то схожую тональность, наверное, ароматов. Такими были мои новинки, хотя они не совсем на самом деле новинки, потому что из прям новинок-новинок здесь только вот, наверное, бракар. Это то, что вот приехала уже буквально там за пару недель до съемки. Не больше. Все остальное как бы еще из февраля, в марте я не была готова ни к тому, чтобы покупать духи, ни к тому, чтобы даже какие-то духи брать в плане сотрудничества, хотя предложения были не то немножко состояние. Но я надеюсь, что я вернусь в то состояние когда-нибудь. Я даже знаю, когда. Я знаю события, но я не знаю сроки. Вот, короче. Я надеюсь, что вам было интересно. Если у вас были какие-то парфюмерные приобретения в месяце марте обязательно, или в феврале, или в апреле уже вы что-то купили, обязательно пишите в комментариях. Я как минимум за вас порадуюсь. Кроме того, друзья, две важные информации. Информация первая. У меня есть, у меня закончился промокод духов, но у меня теперь есть именной промокод VLITUAL на скидку 8%, который суммируется со скидкой по вашей карте. Я его оставлю внизу в инфобоксе. Вы можете, когда будете делать заказ, вводить его в поле промокода и получать дополнительную скидку. Брендов исключений много, и они их там что-то постоянно меняют, но тем не менее, какие-то базовые вещи, какие-то базовые бренды, они обычно под исключение не попадают, поэтому вот текущим вполне можно закупиться, и дополнительная скидочка, в общем-то, лишней никогда не будет. Также все остальные промокоды, которые у меня есть, я тоже указываю внизу. там есть промокод на Сиздерму, там есть промокод в магазин корейской косметики, там есть промокод даже во вкус вилл, друзья мои. Поэтому пользуйтесь обязательно, мне будет очень приятно, вы получите скидку, а я на каком-то из этих проектов какую-то копейку заработаю, на каком-то не заработаю, ничего, просто порадую вас. Вот. Кроме того, поскольку YouTube отрубил практически все возможности монетизации авторам из России, я напоминаю, что у меня внизу есть ссылка на Boosty, это площадка для поддержки авторов, если вы считаете для себя это возможным и уместным, вы можете оформить такой аналог спонсорской помощи на YouTube, выбрать любую комфортную сумму, там их достаточно большой разброс для людей с самыми разными финансовыми возможностями, и поддержать мои начинания. Это не обязательно, но, конечно, мне будет очень приятно, учитывая, как я уже сказала, то, что большую часть возможностей монетизации YouTube авторам отрубил. Такие, друзья, мои дела. Я вас благодарю за внимание, я с интересом почитаю ваши парфюмерные приобретения. Я желаю нам, чтобы мы поскорее вернулись в мир, в котором духи нас будут очень сильно радовать, парфюмерные покупки будут очень сильно радовать. А пока надеюсь, что мое видео как-то немножечко вас отвлекло и развлекло. Спасибо вам за внимание. Целую, обнимаю. Пока-пока.